Андрей, вы сегодня выступали, и по следам вашего доклада расскажите, так где же заканчивается DLP и что начинается там дальше? Но в природе и в эволюции ничего не заканчивается. Когда что-то сильно кажется заканчиваться, на самом деле оно мутирует. И чтобы описать процесс, я сейчас выбирал в уме одно слово, вот это слово smart. То есть сейчас нужен smart DLP, который бы сама за нас соображала, сама принимала решения, сама вмешивалась, по идее оставалась при этом незаметной. Ну и если открыть старые стандарты по качеству управления проектами, то идеальный проект там бы попал на четвертый уровень. В стандарте качества на пятом верхнем уровне стоит слово самосовершенствование. То есть надо все время, как бы выполняя один проект, накапливать опыт, от чего мы пропустили, и на следующий проект это уже готовится. Ну то есть все время подтачивать оружие. Вот совершенно. То есть smart DLP это вот наше будущее. Очевидно, что DLP не панацея от утечек, и нужны ли эти решения? DLP сейчас, как мне кажется, занимает логическую нишу, которая когда-то была у антивирусов. То есть они когда-то казались спасением от троянов. Сейчас понятно, что они не спасают, но они лечат от простых дурацких ситуаций, от простых дурацких злоумышленников, от простых дурацких утечек. То есть DLP хорошо работает, ну делает базовую такую очистку ландшафта, ну точно так же, как обычный антивирус спасает от миллионов-миллионов простых вирусов. DLP не спасает от грамотного нарушителя, он его обойдет. Вот DLP не спасает от творческого нарушителя или новых видов угроз, а они там постоянно множатся. Вот, но это процесс. То есть защищенность – это короткое состояние такое, ну как счастье, как эйфория. Вот, а вот безопасность – это процесс. То есть нужно в гонке брони и снарядов останавливаться нельзя. Расскажите какой-нибудь из ваших прекрасных историй о том, как DLP не смогла, а что-то другое смогло или не смогло. Есть фирма, у которой безусловно идеально и лучший DLP в мире, это скорее всего, ну как мне кажется, это европейская компания Vodafone. Почему? Дважды на международных конференциях у них был самый длинный доклад по DLP. Ну раз самый длинный доклад, наверное, они безупречны. Все у них хорошо. Тем не менее, их служба безопасности решила не остановиться, ну DLP само собой, и ввела дополнительный инструмент для внутреннего контроля. Вот так называемый персонифицированный Digital Watermark, цифровые водяные знаки. То есть важные документы она стала помечать невидимым знаком. Если это просто конфиденциальный документ, она на нем надписывала C2 Confidential, а если строк конфиденциальный, C3 Confidential. Не понимая, что если вы что-то делаете, если вы придумали метод, то вы защищены, пока другие не узнали метода. Соответственно, прошло много лет, и до сих пор я могу просто в интернете набрать, нет ли где-нибудь документов со словами Vodafone C2 Confidential и найти их утечки. Как вы представляете, вот DLP через 5 лет, это что? Во-первых, я нас всех представляю через 5 лет как 5-литровая банка с формалином, там мозг, щупальца и смартфон. Ну, перестаньте! Нет, я все-таки надеюсь, что почетным пенсионерам будет спирт вместо формалина, а семейным парам еще банки будут рядом, чтобы щупальца можно было пощекотать. Если чуть более серьезно, ну первое слово смарт, то есть появление некой умной автономности. Второе, как бы самозапуск, то есть безлюдность. Ну, как бы, представим себе безлюдное DLP, где позиции офицера безопасности вообще нету, или офицер безопасности получает еженедельный отчет, там все в порядке, все в порядке, не парься. Вот, то есть когда на боевое дежурство заступает сама DLP. Третье, появление активных агентов, которые еще могут бегать вокруг контура и расковыривать, провоцировать, ну, то есть видеть ситуацию, еще само подковыривать, чтобы понять, что это, откуда взялось. Вот, ну, или как минимум собирать, скажем, доказательную базу, если мы факт утечки зафиксировали. Вот, ну и последнее, это, коль скоро сейчас дисперсная утрата защищенности в цифровом мире, то еще один тренд – это цифровая DLP. То есть кроме компьютера, контура, экрана компьютера, ну, чтобы добавились гаджеты, фитнес-браслеты, весы там, ну, то есть огромное количество каналов, там умные холодильники, вот, огромное количество каналов, через которые будет утекать информация. Вы так все красиво нарисовали, а как вы считаете, это реально? Ну, вы понимаете, я когда-то попытался углубиться в квантовую физику и понял, что наш мир не может быть реальным, то есть он настолько, настолько невероятно сложился, что я сейчас подозреваю, что мы сами уже живем в матрице, поэтому, ну, вот, что уж говорить о DLP. Субтитры создавал DLP.